Вот уже 15 лет в конце февраля курсанты военно-патриотических клубов Белогория участвуют в масштабном марш-броске. В память о подвиге 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка, бойцы которой во время Второй Чеченской войны вступили в бой с превосходящим по численности отрядом боевиков и ценой своих жизней перекрыли противникам путь. Молодежная акция памяти получила название «Марш-бросок в бессмертии». С подробностями Екатерина Равинских. Именно на финише видна вся суть марш-броска памяти. Трудно, тяжело, но бегут все вместе, своих не бросают. Так поступают настоящие бойцы, которыми и были героически погибшие десантники 6-й роты. Бой был тяжелый, продолжался более 18 часов. 90 отважных наших десантников преградили путь более 2,5 тысячи группировки «Хаттаба». К сожалению, 84 человека погибли, выполняя боевую задачу, не пропустив противника. И о таких подвигах нужно помнить, воспитывать молодежь на примерах, что и делают в военно-патриотическом объединении поколения. «Обязательно. Это воспитание молодых военно-патриотических клубов. Наши деды воевали, пришлось и нам поучаствовать в этом. Если мы это не передадим молодому поколению, то тогда грош нам цена». Марш-бросок с полной амуницией проходил на дистанции 3 километра. Притом контрольное время прохождения определялось по последнему финишировавшему. Разборка-сборка автомата Калашникова также была командной. То есть в расчет шло общее время. Впервые марш-бросок памяти на Белгородчине прошел 15 лет назад, когда при поддержке депутата Государственной думы Андрея Скотча в области было создано военно-патриотическое объединение «Поколение». «Начинались с трех. Сегодня это 32 клуба, которые работают во всех муниципальных образованиях и объединяют сегодня более тысячи человек. За время работы объединения более 10 тысяч прошли подготовку в клубе и более 8 тысяч совершили прыжки». Сегодня «Поколение» считается одним из лучших военно-патриотических объединений России. «Комплекс мероприятий, по которым будет проводиться оценка. Более 10 параметров на сегодняшний день. Но я думаю, что для нас это очень большой шанс быть первыми, потому что Белгородская область в финал выходила три раза, занимала третье место, второе. Но и мы очень надеемся, что в этом году мы станем первыми». То есть наша область вошла в число пяти финалистов. И в этом году у нее есть все шансы стать победителем. А вот первое место среди участников марш-броска заняли воспитанники Губкинского военно-патриотического клуба «Русь». Лучшими в разборке сборки автомата признаны курсанты клуба «Вымпел» поселка Чернянка. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Новости Мира Белогорья.